По словам специалистов Сочинского водоканала, на этом участке грунт нестабилен и при ведении строительных работ регулярно происходит деформация отдельных участков земли. Свою лепту вносит и ручей, провоцирующий оползневые процессы, а они в свою очередь наносят ущерб двум магистральным водоводам, которые поставляют воду на насосные станции Адлер, Дон и далее в центр Сочи. Один из водоводов, который относительно новый, уже выведен из эксплуатации. Сейчас разрабатывается техническая и проектная документация, а также заключается договор на строительно-монтажные работы по его восстановлению. Только за ноябрь месяц мы получаем уже восьмое повреждение на магистральном водопроводе. Водоснабжение на сегодняшний день осуществляется по второму водоводу, который на данный момент тоже в результате оползня вышел из работы. Водоснабжение имеется кольцевая трещина по всему диаметру. Сейчас строительные ремонтные бригады приступают к устранению данного повреждения. Завершить ремонтные работы планировалось сегодня к восьми часам вечера. Таким образом, на протяжении всего дня в Кудепсте, Хосте и в микрорайоне Бытха в домах и социальных объектах не было воды. Специалисты Сочи-Водоканала в течение семи часов осуществляли подвоз воды. Так как эта проблема всплывала уже неоднократно, руководители предприятия обратились за помощью в правовые органы и в местную администрацию. По решению главы города в Вадельском районе был организован штаб КЧС. Решением КЧС было вынесено следующее. То есть прекращение всех строительно-монтажных работ на территории ЖК Курортный до устранения причины, которая вызывает оползневой процесс и как следствие аварийной ситуации на водоводе. ЖК Курортный, его руководство отказывается с нами контактировать по непонятной нам причине, даже не озвучивая причины, по какой они не хотят идти на контакт. То есть полный игнор. Кстати, чтобы отснять материал о повреждении на водоводе, проходящем на территории строительства жилого комплекса, съемочные группы трех телекомпаний просили разрешения пройти на территорию, но так его и не получили. Зато нам удалось связаться с учредителем жилого комплекса Курортный по телефону. И вот как он нам прокомментировал ситуацию. По-моему, это все-таки причина, связанная с тем, что в свое время, когда производилась прокладка данного водовода, подрядчик должен был водопровод проложить на свай, что не было сделано. Дома расположены примерно в 100 метрах ниже, ближе к морю, от самого водоводства. Что говорит о том, что причиной не является строительство жилого комплекса, потому что водовод расположен выше фактического строительства. Мы не раз обращались к руководству водоканала, но я как бы самого генерального директора лично с ним не знаком. Вот приезжали специалисты, мы не раз обращались, давайте совместно обследуем. Если виноваты мы, хотя мы уверены, что нашей вины в этом нет, то мы в кратчайшие сроки исправим данные нарушения. Как отметил учредитель комплекса Курортный, в прошлый четверг ими была заказана независимая экспертиза, результаты которой должны быть готовы уже к следующей неделе. Кроме того, завтра Юрий Аганян встретится с руководителем Сочи водоканала и стороны обсудят решение данного вопроса. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.